МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА О состоянии дел на крупнейшем производстве региона рассказал Виктор Рашников на заседании правления Союза промышленников и предпринимателей. На этой неделе депутаты Комитета по социальной политике Законодательного собрания Челябинской области провели выездное заседание в Магнитогорске. Как областные парламентарии оценили социальную политику ММК? Фермерам и региональным организациям, которые работают в сфере телекоммуникации, будут предоставлены налоговые льготы. Какие решения приняли областные депутаты? Как сохранить нормальную работу южноуральских предприятий и не допустить сокращения сотрудников? Какие меры необходимо срочно принять на региональном и федеральном уровнях? Эти вопросы обсуждали представители крупного бизнеса, областная власть и депутаты. В Челябинске под председательством Виктора Рашникова состоялось заседание областного союза промышленников и предпринимателей. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Серьезные санкции внесли огромные коррективы в работу всего российского бизнеса, и Челябинская область не стала исключением. Так, сегодня полностью прекращены импортные поставки, а это сильно бьет по карману особенно крупного бизнеса, в частности, Магнитогорского медкомбината. Несмотря на то, что объемы реализации продукции за границу резко упали, предприятие продолжает платить акции за на сталь, что само по себе несправедливо считает председатель совета директоров ПАО ММК Виктор Рашников. Ну, были, мы же, говорю, тот год зарабатывали, но сейчас, я просто вот уже откровенно говорю, когда у нас была рентабельность там и 20, и 25%, но в мае месяце, в мае месяце рентабельность была 4, в июне, если мы сделаем плюс, это будет хорошо. С просьбой отменить акцизы на сталь в этот нелегкий для металлургов период промышленники не раз обращались к чиновникам разных уровней. Сегодня Виктор Рашников спросил у депутата Госдумы Валерия Гартунга, как продвигается решение этого вопроса. Сегодня услышали консолидированную позицию и губернатора Челябинской области, бизнеса общества по поводу отменов акцизов на жидкую сталь и отмены повышения НДПИ на руды. Уже депутатами Государственной думы, представляющими Челябинскую область, уже внесены поправки. Я вот сейчас жду информацию, когда комитет по бюджетным налогам будет их рассматривать во втором чтении. Сегодня очень важно убедить правительство поддержать эти поправки, подчеркнул Гартунг. Что касается различных инвестиционных программ, по словам Виктора Рашникова, они пока продолжаются на ММК. Пока идем здесь нормально, нам нужно, конечно, зарабатывать те денежки. А для этого надо рентабельно, чтобы у нас было минимум 15%. То есть нам надо вот просто ежемесячно это 7-8 миллиардов зарабатывать, чтобы иметь продолжать инвестиционную программу. Несмотря на все сложности, Виктор Рашников отметил, что сегодня в области работают меры поддержки предпринимателей, как региональные, так и федеральные. Получается выстроить диалог с властью. Я очень благодарен Виктору Филипповичу, что мы можем на площадке СПП обсуждать все эти вопросы. С одной стороны, много делается, но и при этом необходимы решения по защите нашего бизнеса. В основном сейчас это такие большие макроэкономические вопросы, но тем не менее они настолько влияют на нашу жизнь, что их обсуждать и решать надо. Сегодня необходимо разрабатывать дальнейшие меры поддержки, уверен губернатор, чтобы предприятия региона работали стабильно, а южноуральцы вовремя получали зарплату и не потеряли работу. Главная цель – познакомиться с социальной ответственностью бизнеса Магнитогорского металлургического комбината. Депутаты комитета по социальной политике законодательного собрания Челябинской области на этой неделе провели выездное заседание в городе Металлургов. Сегодня ММК – социально ориентированное предприятие. Комбинат активно участвует в развитии инфраструктуры города, прилегающих районов, объектов культуры и спорта, оказывает поддержку общественным организациям, проводит в Магнитогорске культурные и спортивные мероприятия. Развитие территории присутствия и социальная ответственность перед своими работниками – главные приоритеты Металлургического предприятия. Если брать 2021 год, то наши расходы на социальные вещи в городе составили порядка 1 миллиард 200 миллионов. Мы понимаем, что это деньги не себестоимость, эти деньги прибыльные. И комбинат, зарабатывая деньги, часть своей прибыли инвестирует в город. Обсудив важные рабочие моменты с представителем ММК, делегация законодательного собрания отправилась на экскурсию по Металлургическому гиганту. Гости города отметили чистоту и порядок на предприятии и его прилегающей территории. А сам процесс производства вызвал у них неподдельный восторг. О нюансах работы толстого листового стана 5000 они засыпали экскурсовода вопросами. Сергей Буйков, представитель комитета по социальной политике, признался давно, хотел своими глазами посмотреть, как закаляется сталь в Магнитогорске. В проекте «Стальный маршрут» экскурсии на ММК приняли участие уже более 17 тысяч туристов. Комбинат постоянно развивает это направление. Продвигая промтуризм, градообразующее предприятие «Магнитогорска» выполняет важную социальную миссию. Не только популяризирует металлургические профессии, но и укрепляет бренд ММК как центра отечественной индустрии. После посещения промплощадки, экскурсия продолжилась на объектах социальной сферы металлургического комбината. Депутаты областного парламента побывали в загородных центрах ММК. Гости отметили, несмотря на то, что ММК, как и другие крупные предприятия региона, сегодня переживает нелегкие времена, социальные программы, все скидки на отдых и оздоровление сотрудников и их семей здесь сохранены. О структуре социальной политики комбината мы поговорим с Федором Наследовым, старшим менеджером группы социальных программ ПАО «ММК». Федор Васильевич, добрый день. Какова сегодня социальная политика комбината? На примере каких объектов сегодня показывали коллегам из области ее работу? Сегодня мы гостям рассказали сначала вообще структуру социальной политики комбината. Она остается неизменна. Основные направления – это и ветераны, это работники, но и территория присутствия, то есть социальная политика, которая направлена по отношению города, в котором мы с вами все живем. Потом мы проехали на наши социальные объекты, это наше общество социальной сферы, частное учреждение, детский оздоровительный образовательный комплекс, показали горные ущелья, показали детский центр «Уральский зорь» и детский палачный лагерь «Скиф» показали. Потом мы проехали уже показать так называемый взрослый отдых, это санаторий «Юбилейный». Коллеги заксобрания увидели воочию, потому что рассказать одно, а увидеть – это совершенно другая картина, которая складывается в голове после увиденного. Многие ли предприятия области сегодня имеют такую серьезную социальную поддержку от своих сотрудников? Коллеги нам рассказали, поделились, что в области два флагмана именно социалки. Понятно, что Мактагорская металлургическая комбинация всегда стоит на первом месте, но и подтягивается к нам где-то на уровне – это РМК, русско-медная компания. Вот также сегодня был затронут вопрос по строительству жилья для работников комбината. Расскажите поподробнее об этой программе. Да, наш инвестиционный фонд «Ключ» сейчас в стадии завершения строительства. В первую очередь, жилищный комплекс «Ключевой» находится на шоссе западное. Мы в августе уже будем запускать эти четыре дома. И на очереди еще две очереди, которые предстоит нам построить. В этом году мы планируем запустить вторую очередь. Еще четыре дома. То есть, если первая очередь – это 136 квартир, четыре дома, четырехэтажных домов. Они благоустроенные, но они делаются именно в том качестве, как привык делать ключ. То есть, они уже с чистовой отделкой, с качественной отделкой. Ну и традиционно около 80% данных квартир мы отдаем так называемое социальное жилье. То есть, с заниженной ценой для работников группы компании. То есть, она на 20% от рыночной цены ниже, чем в среднем по городу. Спасибо. Мы говорили с Федором Наследовым, старшим менеджером группы социальных программ ПАО ММК. А на днях депутаты ЗАГС Собрания области приняли закон, который продляет действие трехпроцентной ставки по единому сельхозналогу. А для отдельной категории фермеров ставка составит 0%. Закон о проектах был внесен губернатором Челябинской области Алексеем Текслером. Напомним, что для поддержки сельхозпроизводителей законом Челябинской области о 23 июня 2021 года ставка единого сельскохозяйственного налога была снижена вдвое, до 3%. На период с 1 января 2021 года по 31 декабря 2022 года. Закон, принятый депутатами сейчас, сохраняет пониженную ставку 3% до конца 2024 года для всех категорий платильщиков этого налога. Для тех же налогоплательщиков, кто сохраняет или наращивает занятость от предыдущего налогового периода, ставка обнуляется на период с 1 января 2022 года до 31 декабря 2024 года. То, что касается сельскохозяйственного налога, то здесь прошли достаточно серьезные послабления для того, чтобы высвобождаемые денежные средства наши фермерские хозяйства, фермера могли перенаправить именно на увеличение заработных плат своих сотрудников, на приобретение новой техники, и для того, чтобы укрепить и в том числе не только материальную базу, но и продовольственную безопасность нашего региона. Кроме того, депутаты предоставили налоговые льготы региональным организациям, которые работают в сфере телекоммуникации. Таким компаниям вдвое снижен налог на имущество и предоставлено право воспользоваться инвестиционным налоговым вычетом по налогу на прибыль. То, что касается телекоммуникационных сетей, то же самое. Были сняты налоги. Для них это налог на имущество, это налог на прибыль, для того, чтобы телекоммуникационные сети смогли в период санкционного давления обеспечить в полном объеме работу сотовой связи на территории нашего региона. Также мы дали поручение министру информационных технологий для того, чтобы подготовили дорожную карту развития сотовой связи на территории нашего региона. У нас, к сожалению, есть еще населенные пункты, где не везде есть сотовая связь. Это, конечно же, недопустимо. Изменения позволят операторам связи не остановиться в своем развитии и стимулируют их направлять инвестиции в Челябинскую область. А магнитогорские депутаты на этой неделе приняли тоже немаловажное решение. Продлили льготное питание школьников. Таким образом, система социальной поддержки в виде льготного питания по категориям получателей не меняется. На льготное питание могут рассчитывать учащиеся начальной школы. Они бесплатно обеспечиваются молоком и горячими завтраками. А также школьники среднего и старшего звеньев, которые находятся на медицинском учете по состоянию здоровья или из малообеспеченных семей. Всего данная форма поддержки охватывает около 30 тысяч магнитогорских школьников. В продолжении школьной темы в Магнитогорске идет прием документов для оказания социальной помощи на подготовку детей к новому учебному году, сообщает администрация города. Размер единовременного социального пособия составит 1500 рублей на каждого ребенка в возрасте до 18 лет, которые обучаются в среднем общеобразовательном учреждении. Категории семей – это малоимущие неполные семьи, и семьи, находящиеся в социально опасном положении, и семьи в трудной жизненной ситуации, находящиеся на социальном обслуживании в подведомственных учреждениях управления социальной защитой населения города. Челябинская область вошла в топ-10 регионов России по количеству зарегистрированных самозанятых. На Южном Урале зарегистрировано 3% от общего количества самозанятых страны. Самый популярный вид деятельности среди самозанятых – прочие. Порядка 11% указали его как основной с начала 2022 года. Сюда относятся писатели, копирайтеры, грузчики, курьеры, носильщики. Также в пятерку самых популярных вошли ремонт квартир, водитель, перевозка пассажиров и маркетинг реклама. Практически для всех видов деятельности малого и микробизнеса режим самозанятости тоже выгоден более низкими налогами и меньшим объемом документов по сравнению с ИП. Если раньше многие крупные компании в целом с недоверием относились к самозанятым, то в современных реалиях, когда компании ищут пути оптимизации затрат, такие сотрудники – одно из понятных и простых решений, считают аналитики. В первом квартале 2022 года жители Челябинской области оплатили товары и услуги безналичным способом больше 250 миллионов раз. Общая сумма покупок составила 193 миллиарда рублей, сообщает Центробанк. При этом жители региона все чаще совершали онлайн-покупки. Количество таких транзакций выросло на 20%, превысив 93 миллиона рублей. Сумма увеличилась на 42% и составила почти 276 миллиардов рублей. Одновременно южноуральцы стали на 10% реже снимать наличные. Всего держатели карт сняли наличку чуть более 12 миллионов раз, получив почти 140 миллиардов рублей. В регионе набирает популярность оплата товаров и услуг с помощью QR-кода. Южноуральские бизнесмены активно внедряют в своих торговых точках возможность такой оплаты. Сервис помогает им экономить за счет низкой комиссии и обеспечивает моментальное поступление денег на расчетный счет компании. На Южном Урале такой вид расчета можно встретить при покупке бытовой техники и спортивных товаров в продуктовых магазинах и обувных салонах, на автозаправочных станциях, в медицинских и образовательных организациях. Это была программа «Деловая неделя». До встречи на телеканале ТВИН.